Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алиник. «Открывая Библию» В 14-м году пришел Кедор-Лаамер и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов в Аштеров-Карнаиме, Зузимов в Гаме и Мимов в Шаве-Кириафаиме. По этому тексту Священного Писания я получил следующий вопрос. Кто такие Рифаимы? В первую очередь интересно отметить, что здесь в прочитанном отрывке книга «Бытие» 14 глава 5 стих они перечисляются рядом и вместе с тем отлично от, отдельно от других народов. Вот снова текст. Сказано, что поразили Рифаимов, указано место. Потом Зузимов, указано место. И, в третьих, Эмимов, указано место. Это эпоха патриарха Авраама. Дальше в этой 14 главе рассказывается о том, что вот эти завоеватели взяли в том числе и Лота и увели его в плен, об этом услышал Авраам и так далее. То есть во времена Авраама вот эти три народа, Рифаимы, Зузимы и Эмимы, жили в разных местах, но на близкой друг к другу территории и перечисляются отдельно. Когда мы прослеживаем использование слова Рифаимы в тексте Священного Писания дальше, то вот в книге Второзаконие во второй главе, стихах с 9 по 11, об этих людях находим следующее. Второзаконие, вторая глава, стихи с 9 по 11. Вот что написано. «И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Маавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владении, потому что Ар отдал я во владении сынам Лотовым. Прежде жили там Эмимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Янаковы, и они считались между Рифаимами, как сыны Янаковы. Мавитяне же называют их Эмимами». Прошло около 400 лет со времен Авраама. И мы находим, что на этой местности поселились уже другие народы. В частности, поселились мавитяне. И они называли жителей, которые ранее там обретались, уже фактически соединяя воедино эти разные этнонимы. То есть текст нам показывает вот что. Написано, что там Эмимы, они считались как сыны Янаковы, они же и Рифаимы. То есть вот эти вот три понятия, Эмимы, Янакимы и Рифаимы, они употребляются как термины практически взаимозаменяемые. Так, мы находим о них здесь вот что. Снова возвращаемся к 10 стиху 2 главы книги Второзакония. Говорится о том, что это народ великий, многочисленный и высокий, то есть высокорослый, высокого роста. Продолжая читать эту 2 главу книги Второзакония, мы в стихах с 19 по 21 находим вот какое упоминание. «Ты проходишь ныне мимо пределов Маава, мимо Ара, и приблизился к амонитянам, не вступая с ними во вражду, и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым, и она считалась землей Рифаимов. Прежде жили на ней Рифаимы. Амонитяне же называют их Замзумимами». Снова схожая информация, что прежде жили там Рифаимы, потом здесь поселились в данном случае Амонитяне, и причем упоминается, что Всевышний отдал им эту территорию. И вот здесь есть следующие интересные данные. Нам нужно прочитать еще 21 стих, чтобы закончить картину. «Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и истребил их Господь предлицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их». В этом отрывке некоторые слова используются вновь как взаимозаменяемые. Рифаимы, оказывается, называются Замзумимами. Вот в предыдущем отрывке они называются Эмимы, и они называются так Моавитянами. А вот здесь Амонитяне называют их Замзумимы. Сыны Енаковы снова упоминаются. Рифаимы и Замзумимы – это взаимозаменяемые термины. И вот снова указывается в 21 стихе, который мы только что прочитали, что это народ великий, многочисленный и высокий, то есть высокого роста, высокоростный. Еще одно интересное упоминание здесь же неподалеку, в книге «Второзаконие» в 3 главе в 11 стихе рассказывает следующее. «Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из рифаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь в Раве у сынов Амоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя локтей мужеских». Один из представителей вот этих рифаимов, он был довольно высоким человеком. Указана постель, размеры одра его. Локоть, напоминаем, это в среднем плюс-минус 50 сантиметров. 4 локтя ширины – это, соответственно, 2 метра ширины. Ну, как говорится, многие из вас наверняка спят на таких кроватях. А вот что касается длины, то сказано, это было 9 локтей. 9 локтей – это 4,5 метра. Конечно же, обыкновенно кровать длиннее роста человека, но, тем не менее, это был человек очень высокого роста, если сравнивать со средним ростом современных людей. К великому сожалению, о происхождении рифаимов Библия ничего не сообщает. Мы не знаем их генеалогию, мы не знаем, от кого именно они произошли. Библия также не рассказывает, почему они были такими высокими. То есть, они просто упоминаются в числе прочих народов. И вот, если вернуться к первому стиху, который мы сегодня зачитали, собственно, который изучаем, книга «Бытье» 14,5 стих, то там перечисляются рифаимы, в других местах они перечисляются наряду с другими народами. То есть, они перечислены как один из народов древности, но вот отличие в том, что они были высокого роста. В качестве современной иллюстрации этого феномена я хотел бы задать следующий вопрос. Приходилось ли вам исследовать, какие народы сегодня являются самыми высокими? Вот в среднем говоря, какие народы, как правило, типично выше других? При исследовании оказывается, что племя Тутси в Африке средний рост мужчин там составляет 193 сантиметра. Это средний рост. Довольно много тех, кто больше и выше двух метров ростом. Это вполне обыденное явление. И женщины в этом племени тоже довольно высокие. Это вот один спектр, один край спектра, а на другом краю спектра находятся пигмеи. Это самый низкорослый народ. Также обретаются в Африке. Для взрослых мужчин вот вполне такой средний рост составляет 124-150 сантиметров. Это даже не средний, это вот, как говорится, крайний показатель. 124-150 сантиметров. То есть, грубо говоря, метр 30, это метр 35, это средний рост. И, конечно, если поставить вот человека рядышком, который представляет собой среднего представителя пигмеев и среднего представителя племени Тутси, то разница огромная, разница колоссальная, тот чуть ли не вдвое выше. Вот подобная же ситуация была и в древности с этими рифаимами, эмимами, замзумимами, сыновьями инаковыми и так далее, которые по тому, как они выглядели, очень сильно отличались своим ростом. Современная иллюстрация, она показывает вот этот вот разброс, хотя масштабы сегодня, безусловно, гораздо меньше. Вот эта информация, которую я нашел в Священном Писании в отношении рифаимов. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес Вопрос собака russiancenters.com